Hi there, it's Nasty, и наша новая рубрика Best for Teachers. Неделю назад вышел выпуск с моей коллегой Таней Ершовой из корпорации Российский учебник, где она рассказала о пяти самых сложных темах для объяснения. Таня говорила об использовании инфинитивов и герундив, о сочетаемости слов, а я сегодня дополню список. А также я поделюсь своими лайфхаками, как я справляюсь с такими сложными штуками. Первая и самая зубодробящая тема – это артикли. Ничего удивительного в этом нет, в русском вообще такая категория отсутствует. И чтобы сформировать ее в голове учащегося, необходимо, первое, объяснить так, чтобы он понял, как это работает, второе, чтобы он постоянно их тренировал, мог считать их значения в контексте и старался по назначению их использовать. Мне, кстати, очень часто стараются затереть, что артикли не используются, носители на них забивают, что вообще это правило никому не нужно. Так вот, ничего подобного. Носители артиклями пользуются по назначению. И мы тоже будем ими пользоваться. Точка. Научить своих подопечных правильно их употреблять мне помогают следующие фишки. Первое. На этапе объяснения я говорю, что все существительные идут с артиклями. Вот прям все. И что артиклей всего три. Да, отсутствие артикля мы тоже воспринимаем за артикль. Так ученики закрепляют то, что у существительного должен быть артикль. Исключение из имен, городов и других особых правил не в счет. Они идут без артикля. Второе. Вожу существительные сразу с артиклем. Шарф. А скаф. Пальто. А каут. Ремень. А бэлт. Опять-таки, этот прием помогает нам связать существительные с артиклем. Времена. А в частности, Present Perfect Simple. На самом деле, вся сложность заключается в том, чтобы объяснить, в чем разница между Present Perfect Simple и Past Simple. Но когда до них это дойдет, тогда уже они не будут путаться. Для этой темы у меня есть сказка, которую я рассказываю своим ученикам после того, как мы разобрали правила и случаи употребления Present Perfect Simple. Представь, что ты живешь в небольшой крестьянской деревушке. И тут в твою деревушку приезжает цирк на колесах, который путешествует по всей стране, останавливаясь то там, то тут. И вот они остановились в твоей деревне на неделю. Сегодня третий день. Твой друг уже видел выступление и спрашивает тебя. Have you seen the performance? А ты не видел. И отвечаешь. No, I haven't. Present Perfect. Потому что цирк все еще там. И ты все еще можешь посмотреть их представление. И вот они уезжают, и друг тебя спросит, что? Правильно. Did you see the performance? Почему? Потому что он уже уехал, и посмотреть его ты уже не сможешь. Теперь это в прошлом, и отношения к настоящему не имеет. На моей практике это один из самых действенных способов продемонстрировать, что Present Perfect Simple это все-таки настоящее время. Учим мы их небольшими порциями, от простого к сложному. Сначала я демонстрирую коробку и ввожу. In, on, under. Потом мы говорим про объекты побольше. Общественные места. At the cafe, at the station, города-страны. In London, in America. После этого мы переходим на время и даты. И здесь я тоже пользуюсь изображениями и ассоциациями. Например, год состоит из нескольких месяцев. Поэтому в 2001 году будет in 2001. Как бы это событие было внутри этого года. Месяц состоит из многих дней. Поэтому это событие было тоже как бы внутри этого месяца. In January. А вот день нет. Для дня мы используем on. On Monday. On the second of August. Надо понимать, что читать мы учимся на начальном этапе обучения. Но правила необходимо периодически освежать. Так как я, например, столкнулась с тем, что многие мои ученики не знают, что такое закрытый и открытый слог. Им сложно правильно прочесть слово, когда я им говорю читается по правилам. Поэтому к этим правилам нужно иногда возвращаться. Не сразу ко всем, а по одному. Особенно это окончание и-эс после звуков ч-и-дж. Сочетание о-ю-дж-эйч. Как читать и-ай-й. И так далее. Слова не по правилам, нам просто приходится заучивать. Делать нечего. Фонетику я обожаю. И обязательно занимаюсь произношением своих учеников. Но об этом я постараюсь рассказать в своей рубрике Handy Hacks. Самое сложное для студентов – это категория долготы краткости гласных. Есть классная книга Ann Baker «Ship or Sheep». Наверняка вы о ней слышали. Если нет, то очень рекомендую ознакомиться. Тут важно сразу объяснить разницу в артикуляции и долготе, чтобы обучающийся сразу вник в суть вопроса. А чтобы на это не уходило много драгоценного времени от урока, предлагаю следующее решение. Скороговорка на отработку определенного звука или явления в начале каждого занятия. Проверено. Работает. Спасибо, что вы с нами. Будем ждать ваших комментариев и лайков. Выпуски нашей новой рубрики будут выходить каждый четверг. В следующий раз Таня и Толя расскажут, как ставить разговорную речь школьникам. Подписывайтесь на каналы SkyTeach и Российский учебник. Следите за рубрикой Best for Teachers, ведь учителя заслуживают самого лучшего.